Пишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Субтитры делал DimaTorzok И, конечно же, о новостях Unisky Stream Technologies. Это та технология, которую мы финансируем уже более шести лет. Это серьезнейший стартап. И я хотел бы остановиться на том, что уже прошло, что уже является, казалось бы, прошлым, 18 сентября, произошла конференция NRSI. То есть это по неракетной индустриализации космоса. Главным спикером ее, конечно же, является Анатолий Эдуардович Юницкий, создатель технологии геокосмического транспорта, общепланетарного транспортного средства. И, в принципе, очень много умов также присутствовало на этой конференции. Буквально вкратце я останавливался, но сегодня я хочу поделиться философией этой конференции, которая меня очень сильно затронула и которую Анатолий Эдуардович на самом деле раскрыл. Вот я обязательно дам ссылку на выпуск в видеоблоге Игоря Шнуренко с инженером «Нового мира» Анатолием Юницким. И те, кто не смотрели этот выпуск, обязательно ознакомьтесь с ним и посмотрите, потому что там очень много сказано того, что, на мой взгляд, необходимо впитать каждому, кто сейчас только-только начинает свой глубокий путь, более глубокий, чем обычный инвестор. То есть те люди, которые имеют, знаете, такой вот уровень осознанности на уровень долга. То есть пришли в проект для того, чтобы сохранить планету для будущих поколений, для того, чтобы изменить экологию к лучшему. И вообще в компании всегда этот уровень, он является самым высшим. Я на самом деле очень рад, что многие наши инвесторы являются на этом уровне осознанности. Потом идет личная определенность, уровень. То есть это когда человек следит только за своими принципами, далее личные выгоды и деньги. На самом деле это такой вот нижний уровень, поэтому часто я в своих вебинарах говорю о таких вещах, как нематериальная мотивация для участия в проекте, который мы с вами сейчас развиваем. И на самом деле каждый из нас с вами развивает очень серьезное направление, которое может прекратить влияние 5D. То есть это диджитализация, то есть децифровизация. Об этом в своем докладе сказал Анатолий Эдуардович Юницкий, и он готовил этот доклад более года. Это декарбонизация, это депопуляция, это десоциализация, и это, конечно же, деиндустриализация. И вот как раз вот каждое вот это понятие, оно связано с конкретным изменением качества жизни человека. То есть деиндустриализация, в чем обстоит суть дела? То, что многие технологии, которые сейчас используются, на самом деле они морально устарели во многих своих аспектах, и многие технологии вообще в прошлом веке должны были быть модернизированы, но мы видим, что железнодорожный транспорт, он абсолютно такой же, что метро тоже помимо подвижных составов абсолютно не изменилось, авиапромышленность тоже замерла в определенном состоянии, и что говорить про металлургию, конечно же, мы сейчас таких вот станков, плавильных систем не встретим, гигантских, как это было на первых заводах, но на самом деле не сильно все улучшилось. И поэтому делать сейчас, как говорит Анатолий Юницкий, не в том, чтобы вообще сокращать производство, потому что сокращение производства вызовет падение, банкротство многих компаний, которые завязаны на производстве. Это может спровоцировать в том числе новые приближения к экономическому кризису и многие негативные последствия, которых можно было бы избежать. Просто технологии должны быть модернизированы. И в первую очередь технология должна быть модернизирована, транспортная и инфраструктурная. Об этом всегда Анатолий Юницкий говорит уже на протяжении более 40 лет. И на самом деле на этой конференции говорилось о решении, которые инженер, изобретатель. И если говорить вообще про философию инженеров, то я тут абсолютно поддерживаю. Немножко было забыто понятие, а кто такой инженер. Инженер – это тот специалист, тот творческий интеллектуал, именно совокупность творчества и интеллекта дает возможность давать нестандартные решения по ситуациям. И Анатолий Юницкий думал, каким образом необходимо сделать более современный и более экологичный транспорт для потенциального вынесения индустрии в ближний космос, чем современные ракеты. И мы видим сейчас сплошь и рядом, что запускается ракета за ракетой. Вообще один запуск ракеты – это формирование озоновой дыры с размером с Францию. И сколько таких ракет запускается для того, чтобы спутники начали летать и покрыть планету скоростным интернетом, для того, чтобы все больше и больше произвести именно диджитализацию, децифровизацию. То есть, чтобы все больше и больше оцифровать те процессы, которые, возможно, и не стоит оцифровывать вовсе. И сейчас, во время пандемии, мы видим депопуляцию. Сейчас мы видим… Вот недавно я… Шокирующий меня факт действительно увидел. Вот во всех социальных сетях оказывается… Так, коллеги, я выключу, потому что неудобно, конечно, вещать одновременно и включать слайды. Хотелось бы подгрузить, конечно, файл. Но Мерополис сейчас пока что нас поставил в такие условия. Мерополис тоже, кстати, вот такое несовременное достаточно средство коммуникации по вебинарам, но мы сейчас перестроиться с него быстро не можем. Так же, как, в принципе, и вся наука, вся индустрия сейчас моментально не может перестроиться с несовременных технологий. Так вот, если говорить про депопуляцию, то на уровне социальной действительности происходят очень серьезные вещи, как вшивание, вмышление детей, что могут быть однополые браки и так далее. Не тема нашего вебинара, но действительно страшно смотреть, когда вселенная комиксов представляет героев совершенно неправильной на сегодняшний день, на мой взгляд, ориентации. И это происходит сплошь и рядом. Видимо, должна возникнуть какая-то другая философия. И философская мысль, которая меня зацепила на этой конференции, это биоценоз, это техноценоз и это социоценоз. То есть биоценоз – это природа, техноценоз – это как раз геокосмическое транспортное средство, ОТС. И социоценоз – это социальная действительность новая, на основе новых технологий, на основе повышения качества жизни. И вот вернемся к тому, что в принципе то, что создано сейчас и чем мы пользуемся, в плане технологий – это все сделали инженеры. И Анатолий Юницкий возвращает понятие, статус и достоинство инженера, именно инженера, который философски мыслит. Он один из своих главных представителей подобного типа инженеров, и инженеры и меняли мир – это Леонардо да Винчи, это Никола Тесла, это и российские, и советские изобретатели, и Курчатов, и Королев, и разные-разные люди, которые мысли нестандартно, но системно. И таким образом было найдено решение, когда за счет собственных сил системы, система выходит в космос и не взаимодействует абсолютно с окружающей средой, не нарушает никакой экологии. И там есть эстакада, с которой должна стартовать общепланетарное транспортное средство, и эта эстакада располагается по всей линии экватора. Предполагается так. И таким образом от этой эстакады и появился струнный транспорт. И представьте, насколько сейчас этот венчур, который был в 2014 году, я могу назвать вот таким вот прямо очень серьезным, рисковым венчуром, сейчас превращается в интересный, потенциально инвестиционно привлекательный венчурный проект. Да, сейчас никто не скажет конкретно, какую сумму, какой процент инвестиций можно получить, приобретая доли внутри технологии Unitsky Stream Technologies. Но то, что это жизненно необходимо на сегодняшний день, это абсолютно, я думаю, понятно. И я на следующих вебинарах обязательно раскрою и покажу примеры той действительности, которая повторяется на сегодняшний день уже в 2021 году. Более серьезные застои, простои контейнерных перевозок, целые морские порты встают, это факты, с которыми невозможно поспорить. Поэтому рынок контейнерных перевозок, который готовится уже к применению в адресных проектов на территории Шаржи, он будет гипервостребованным. И именно от этого глобального общепланетарного транспортного средства в виде упрощения, в виде создания минимальной стоимости, минимального использования материалов и появилась струнная система Unitsky. И на самом деле я с нетерпением жду и следующей уже конференции, потому что, к примеру, на этой конференции обсуждалось даже такое очень серьезное явление, как опасность именно столкновения с метеоритами ОТС и вообще космических объектов. И здесь я могу сказать, что были представлены исследования, которые в корне меняют представление, уже подготовлены средства защиты от метеоритных атак, вплоть до того, что любой метеорит может быть остановлен и на космодоме. Да, я сейчас повторюсь, это будущее, будущее, это серьезный такой проект далекого будущего, не ближайшего. Он не появится через пять, через семь лет, но об этом нужно говорить, потому что вот когда произойдет столкновение с метеоритом, то в космодоме буквально небольшой толчок почувствуют жители или работники космодома. И метеорит абсолютно не повредит ту часть выноса, части популяции, ближний космос и тех работников, которые будут обслуживать индустриальное кольцо. И на самом деле, вот задумываясь о таких вещах, понимаешь степень проработки этого проекта, я буду каждый раз на теме общепланетарного транспортного средства и прошедшей конференции мало-помалу останавливаться. И поставьте минусы, кто не хочет, чтобы я останавливался и что-то говорил об общепланетарном транспортном средстве. Может быть, есть и такие люди, но на самом деле это ближайшая также перспектива в разрезе десятилетий, которые, я надеюсь, мы как социально-инвестиционная платформа Skywalk Community также приступим. И что мне немаловажно, и было очень приятно слушать, что даже представители парка Шаржи, не представители, а ключевые лица говорили о том, что общепланетарное транспортное средство имеет место быть, эту перспективу необходимо рассматривать помимо тех программ, на которые сейчас программируют компании, команды. Это запуск космических кораблей и освоение Марса. Что с точки зрения Анатолия Юницкого считается неправильной абсолютно перспективой и вообще это делать абсолютно не нужно. Что говорить о нашем развитии? Для тех, кто только присоединяется к проекту, будет смотреть этот вебинар в записи, сейчас из венчура технология Unisky Stream Technologies превращается в минимальный венчур, потому что получена вся необходимая сертификация. И это как раз-таки готовность для того, чтобы приступить к адресным проектам. И на путевую структуру, и на подвижные составы, и на всю инфраструктуру, и на станции, на все, что необходимо для строительства адресных проектов. Власти ШАЖ подтвердили надежность струнной трассы в Арабских Эмиратах. И это тянется на самом деле уже более двух лет, но развивается очень быстро, несмотря на то, что это формирование и создание отрасли буквально с нуля. На самом деле Анатолий Эдуардович – это один из тех людей, как он сказал в видеоблоге, именно в качестве приглашенного гостя, видеоблог об искусственном интеллекте и подобных вещах касаемо будущего, что вообще Анатолию Юницкому дали золотую визу. Это большая честь, и на самом деле золотая виза, она на миллион получается обычно теми людьми, которые приезжают строить бизнес в Арабских Эмиратах. Не всем дают золотую визу. И всего это прошло три года, и даже вот такой статус Анатолий Юницкий приобрел. Анатолий Юницкий часто говорит о том, что семь раз у него все отнимали, и ему приходилось начинать все заново. И здесь я хотел бы остановиться насчет такого качества вообще вот ультрауспешных людей, потому что сейчас определенные вещи тоже я лично изучаю, постоянно учусь. И на данный момент пошел на определенное обучение, где в том числе вот как бы есть некая оцифрованная модель, множество ультрауспешных людей. И те качества, которые там показываются, Анатолий Юницкий многими ими обладает. Но самое главное качество – это быстро реабилитироваться от потерь, от какой-то именно душевной раны, от того, что не приняли, и быстро, моментально, буквально вставать и начинать заново. Это качество также имеется у Ричарда Брэнсона и многих серьезных, сильных предпринимателей. И немногие вообще знают, что когда один из главных родственников Ричарда погиб трагически, на следующий день Ричард Брэнсон поехал в кругосветное путешествие. Он настолько быстро восстанавливается, но я думаю, что Анатолий Юницкий еще быстрее восстанавливается и имеет возможность прожить буквально несколько жизней за свою одну жизнь. Поэтому и происходит максимальная оптимизация Юницкая и максимальное ускорение развития. Поэтому и разные правительственные, государственные организации уже из столицы посещают центры Unisky Stream Technologies в Шарже. И на самом деле это серьезное достижение, наше с вами, в том числе, что представители государственной организации ITC, Integrated Transport Center, посетили центр тестирования сертификации технологии Unisky Stream Technologies. Это произошло после сертификации, стоит понимать. До сертификации, скорее всего, этого события невозможно было бы себе представить. И здесь уже участники делегации более плотно знакомились с технологией струнного транспорта. И их было, их интересовало, а каким образом изнутри работает вся инфраструктура, каким образом происходит автоматизация, каким образом происходит мониторинг, заработает тестовые линии и каким образом вообще контролируется, диспетчеризируется движение машин по трассе. И здесь, естественно, первоочередно это безопасность пассажиров. На самом деле, Анатолий Unisky также в интервью видеоблога, ссылку, которую я сбрасывал в начале вебинара, говорил, что струнный транспорт – это один, не один, а самый безопасный вид транспорта вообще. Потому что все вынесено на уровень, исключена возможность столкновения. И даже если струнный транспорт остановится, что-то произойдет с ним, то можно будет легко эвакуировать людей. И уже не раз были показаны технические особенности и средства для эвакуации, даже с высоты. И, конечно же, будет предусмотрено, если на большой высоте будет перемещаться струнный транспорт, то и длина троса будет абсолютно соответствующая. Поэтому я думаю, что мои искренние предположения говорят о том, что представители государственной организации ITC были удовлетворены визитом, а это говорит о чем нам с вами, об еще будущих адресных проектах. Я не раз задаю вопросы по поводу того, как обстоит дело с тем, что сказал генеральный конструктор, инженер Анатолий Юницкий не раз в своем видеоблоге по поводу заключения контрактов, и все идет своим чередом. Но стоит понимать, что заключение контракта также является необходимым пройти первую стадию – это оплата feasibility stage. И когда будет оплачена feasibility stage, можно сказать, что контракт уже запущен в работу. То есть не предпроектное исследование, а уже проектное исследование. Оно стоит немалых денег, оно стоит примерно в районе миллиона долларов, иногда больше миллиона долларов, прорабатывается весь проект. Это готовое инвестиционное предложение, и это уже конкретная проработка после предпроектного исследования. А после предпроектного исследования обычно принимают решение, будет он реализовывать этот адресный проект, либо не будет. Поэтому я думаю, что в этом году, искренне на этом, надеюсь, подтвердятся слова Анатолия Эдуардовича, и будут заключены первые контракты до конца этого года. В начале вебинара вы увидели ролик-превью выставки Expo 2020. Она открылась 1 октября и продлится фактически год. И технология представлена на территории белорусского павильона. Это тоже достаточно такое стратегическое решение, чтобы не обижать и Республику Беларусь, и показать, что это действительно технология находится в том числе на территории Республики Беларусь. И для того, чтобы оптимизировать затраты. Потому что самое главное, что может получить заинтересованный заказчик, заинтересованный инвестор, это оформить заявку на посещение научно-исследовательского центра в парке Шаржи и увидеть все воочию, и возможно даже зайти в транспортный подвижной состав и все оценить самому. И, конечно же, посетить Эко-дом, если это достаточно серьезная делегация. И следующее событие, которое я хотел бы осветить, оно меня поразило. Потому что это совершенно другой уровень развития компании на сегодняшний день. Представьте, сейчас параллельно идет Expo 2020, оно продлится почти год. И там идет ежедневная работа, там работают специалисты. Но параллельно Анатолий Эдуардович выступит на международной выставке GI-TEX в Объединенных Арабских Эмиратах. И с каким докладом? Оптимизация планетарной мобильности для будущего. Таким образом, представляя информацию и представляя доказательную базу, научную базу, практическую базу, уже, наверное, начало исследований будут показаны в открытом доступе. И их очень много. И в агротехнологиях по созданию гумуса, и всего лишь процента, если добавить в пустыню гумуса, то пустыня может стать плодородной. Представьте подобную технологию. И на самом деле о таких темах и принятии доклада, ведь доклад могли не принять, могли как-то сказать, что нет более специализированных выставках, стоит принимать участие. Но это GI-TEX, это достаточно крупная ежегодная выставка в области информационных технологий. И здесь, на минуточку, входят специалисты в сфере образования, кибербезопасности, современной мобильности, блокчейн-технологий, маркетинга, энергетики и других областей. Как вы думаете, заинтересуются ли команды блокчейн-технологий и компании, проекты, той технологии, которую представит Анатолий Юницкий? И он будет выступать среди крупнейших мировых компаний Google, Huawei, Virgin Hyperloop, IBM, Rolls-Royce и Reebok. И вот перечисляя эти компании, пожалуйста, представьте потенциал. Когда-то Анатолий Юницкий говорил в своем первом видео, что мы создаем самую крупную отрасль за всю историю развития цивилизации. И то, что не сделали вместе с Тефон Сон, Форд и Боинг. Как я зашел на самом деле в компанию, мне просто сказали, что Алексей, посмотри, возможно, эта компания будет достаточно перспективной на уровне Apple и Google вместе взятых. И сейчас с этими компаниями вместе выступает Анатолий Юницкий. И на самом деле это будет дополнительным вводным продуктом, если говорить на языке маркетинга, что я сейчас максимально стараюсь выстроить в SkyWorld Community, это причина посетить центр тестирования и сертификации технологии SkyStream Technologies в Шарже. То есть представьте, какая будет выкладка, научное обоснование и технологическое, инженерное подкрепление этого доклада. Это действительно проект будущего, далекого будущего. И тут вдруг говорится также, что вы можете посетить ту технологию, которая отпочковалась, которая имеет огромную потенциальную капитализацию, огромную монетизацию и является на сегодняшний день самым безопасным, экономичным, экологичным и менее материалоемким в своем строительстве и производстве транспортном инфраструктурном комплексе. Как вы думаете, поедут ли заказчики? Конечно, ответ положительный. И будем ждать 20 октября, где со своим докладом выступит Анатолий Юницкий. Искренне надеюсь, что мы также это сможем на все языки протранслировать. Я продолжаю говорить про то, что мы стараемся идти в ногу с развитием с SkyStream Technologies, также развиваем внутренние процессы, буквально быстро я пробегу. Я не хочу сейчас заострять свое внимание на этом, но хотел бы напомнить, что у нас сейчас идет серия бесплатных, повторюсь, мастер-классов. Они не будут всегда бесплатные. И многие мне говорят, Алексей, нужно было делать эти мастер-классы еще в 2015-2016 годах. Но на самом деле я скажу, что если в 2016 году я бы получил подобный инструмент, то я бы достиг результата, ну, возможно, в 10-20 раз быстрее. Я рекомендую всем 14 октября прийти на этот мастер-класс, тем более он проходит в достаточно удобное время, по Москве в 16.00. Это крючки, как начать беседу, чтобы вовлечь клиента в диалог. С вашего позволения я сброшу ссылку, и все у нас автоматизировано, вам нужно будет войти через Telegram, и все остальное будет абсолютно понятно. Более того, я также сброшу сейчас ссылку на то, что касается, или в тезисах мы уже увидим. Также мы автоматизировали процесс добавления в высшую лигу для тех, кто после этого вебинара захочет присоединиться и более серьезно принимать участие в формировании самого мощного потенциала на сегодняшний день, который формируется именно новой Sky World Community. Повторюсь, посетить может любой, каждый. Можете приглашать людей из бизнеса, те, кто даже не заинтересован сейчас в Unisky Stream Technologies. И заходите с другой стороны, давайте человеку ценность, и обучения у нас будет достаточно много. Вот тема «Крючки» или «Как начать диалог» – это мастер-класс от нашего очень мощного спикера и профессионала своего дела Ивановой Натальи. И Наталья – это эксперт по формированию команды и продажам. Посмотрите, фирмы, с которыми она работала, выстраивала стратегические сессии и многое-многое другое. Это «Мерседес», это «Марс», это «Хомкредитбанк» и так далее и тому подобное. Я не буду останавливаться долго на этом, потому что это уже привычная реальность. И те, кто желает добавляться в высшую лигу Sky World Community, будет в тезисах обязательно размещен бот, как добавится. Мы облегчили возможность добавления для тех, кто работает через Telegram. Но пока что также можно написать и традиционно. Храните лючата, зовут его Денис, и он уже вас переведет на статус верификации, потому что, естественно, в высшей лиге нам хотелось бы, чтобы не было случайных людей и партнеры показали уже свой уровень развития. Я не буду останавливаться на том, что мы сейчас уже запустили следующее занятие. Уже фактически, я думаю, в этом месяце мы закончим обучение первого потока международных тренеров, платформы обучения и адаптации Sky World Community. Для того, чтобы платформа обучения работала и на другие языковые группы. И вот вы видите анонс этого занятия, и посвящено это принципам, как вообще формировать какой-то навык и на трансформацию вашего отношения, на изменение ваших установок. Вы узнаете, с чего нужно начинать, что должно быть в главном блоке и чем заканчивать занятие. То есть вы сможете выстроить любого рода презентацию. И далее будет три встречи. Будет такое практическое задание, что нужно будет провести самому занятие. И лучших мы отберем. Я думаю, что человек 10-15 точно мы отберем и начнем уже масштабировать платформу обучения и адаптации Sky World Community на другие языковые категории. На самом деле, статьи сейчас никого не удивлят в том, что происходит в информационном поле и насколько много говорят об Unisky Stream Technologies. Их было в этом году очень много, репортажи различные. Но новые статьи, они все так же начинают появляться. И, например, самое новое – это Квинтехника. И это уже, я могу сказать, такой серьезный лидер в области технологий экологичных. И более нескольких миллионов аудитория составляет. Они представили достаточно большую комплексную статью об Unisky Stream Technologies. Вот представьте, насколько вообще сейчас информационный охват проходит. И это еще не говоря о том, что, скорее всего, готовится совершенно новая версия и представление экономической модели по адресным проектам и вообще позиционирование Unisky Stream Technologies в области коммерциализации вообще по миру и многое-многое другое, что по традиции компания обязательно нам представит до Нового года каждый раз Unisky Stream Technologies нас чем-то удивляет. Поэтому, дорогие друзья, я могу сказать, что сейчас мы находимся на стадии ускорения развития процесса. Огромный интерес в открытии новых регионов. С 21 по 26 как минимум члены общего управления и те, кто выиграли золотой марафон Sky World Community и также RSV, RSW будут в Арабских Эмиратах и обязательно будет поездка в Центр тестирования и исследований в Шарже Unisky Stream Technologies. Тем временем открывается офис за офисом, рождаются новые колл-центры по системе лидогенерации лидокол, которую я и инициировал. Я очень рад, что мы ее создали, потому что когда будет запущена система адаптации и обучения, у нас появится новый дополнительный способ, как охватывать аудиторию. Потому что мы настолько мощно работаем в ряде стран, что стоимость льда сейчас возрастает. Это говорит о том, что уже несколько раз посмотрели на владельца смартфонов, рекламу и какое-то оповещение технологий. Тем временем произошла первая конференция в еще одной стране Латинской Америки. На этот раз презентация платформы прошла в Пуэрто-Рико, в городе Туабаха. И мы четко понимаем, с чего начинается развитие. Очень мощные наши кураторы присутствовали там. Это Наталья Иванова, это Ольга Вероника Серохвостова и лидеры Пуэрто-Рико. Люди начинают понимать, люди начинают просыпаться, что лучше сейчас максимально быстро присоединяться к Sky World Community для финансирования компании Unisky Stream Technologies, чем заниматься проектами, которые могут дать какую-то скоротечную и временную прибыль. А потом хуже всего и закрыться. Поэтому я могу сказать, что сейчас происходит то, что будет ускоряться многократно. Мы увидим много информационных поводов во время развития движения Unisky Stream Technologies именно в логике экспо. Потому что каждый день кто-то подходит и происходит масса договоренностей, масса потенциальных приглашений в Центр тестирования и исследований Unisky Stream Technologies в Шарже. И многое-многое нас на сегодняшний день ожидает. Поэтому я на сегодня решил не делать никакие выкладки и завершить я хотел тем, что на самом деле с коммерциализацией Unisky Stream Technologies роль инженерии, она станет такой же, какой должна быть всегда. И инженеры создали и огонь, и колесо, и лук даже изобрели. Потом первые повозки, лошадиные, потом автомобили, потом железный, дорожный транспорт, потом авиатранспорт и так далее и тому подобное. Но Анатолий Unisky задумал данный вид транспорта, который все мы с вами финансируем, как нечто большее. И вот что мне было интересно услышать в интервью, то, что Анатолий Unisky сказал, что этот транспорт будет наиболее выгодным в использовании и наиболее экономичным, экологичным даже по сравнению с какими-то транспортами, типа летающие тарелки, антигравитационные транспорты и многие другие футуристичные подвижные модули, которые фантасты рисуют. Но то, что это сейчас намного эффективнее тех видов транспорта, которые уже преодолели скорость 400 км в час, это однозначно. А значит и потенциал, который обозначен на этой диаграмме, это моя любимая диаграмма, он абсолютно возможен. И также я хотел бы подтвердить тем, что вообще Unisky Stream Technologies позволит создать сеть дорог, не 68 млн км дорог, как сегодняшним способом, сегодняшним транспортом, а всего лишь 20 млн км дорог. И это сэкономит только на материалах порядка 100 трлн долларов. Это освободит более 5 территорий Великобритании из-под асфальта. И вернув эту землю землепользователям, это также сэкономит в районе 100 трлн долларов. И самое главное, это сохранит жизни людей, которые ежегодно гибнут, либо калечатся на дорогах, и полтора миллиона человек ежегодно гибнет, примерно такая статистика, и получает увечья более 20 миллионов людей. Но если это переместить на разрез примерно 100 лет, то мы получим 10 лет даже хотя бы совершенно другие цифры, о которых необходимо задуматься. И именно поэтому в начале и в середине своего вебинара я говорил о философии представления, именно позиционирования логики создания нового мира под названием эко-мир на основе нового мира инженерии. Абсолютно самостоятельных инженеров, абсолютно осознанных и имеющих возможность полной самореализации инженерных команд. И самая главная инженерная команда на ближайшее время, которая полностью изменит облик транспорта, на мой взгляд, это как раз-таки Unitsky Stream Technologies. Поэтому, дорогие друзья, как обычно, до скорых встреч два раза в месяц, то есть мы чередуемся с Владимиром Масловым, и сейчас я готов ответить буквально на 2-3 вопроса, и мы будем завершать. Мы создаем будущее и финансируем его. Пускай в World Community. Так, рабы не спешат оставшиеся доли выкупать столь перспективные компании. Ну, на самом деле, сейчас многие спешат выкупать не только доли, но и резервировать свое место в качестве заказчиков адресных проектов. Потому что выстроилась определенная очередь, и я не знаю точной цифры адресных проектов, но их явно больше, чем то, что говорил и Олег Зарецкий в своих интервью с МИ. И также сам Анатолий Веницкий. Что по токенам? Как-то все затянулось. Василий, не скажу, нет у меня информации по токенам. Это только от команды SVG токена и SVS токена. Я буду оперировать только данными, которые буду получать от головной компании. Сказать по токенам я мог, был такой период, но полностью все наработки были переданы уже фактически два года назад. И сейчас занимаются другие совершенно команды. Но я могу сказать, самый главный аспект – это юридически-финансовая схема. И она прорабатывается очень мощно. Вячеслав Каулье, нам не нужны стратегические инвесторы. Абсолютно согласен. Знаете, вот есть такое понятие в квантовой физике, как сеть коллективных наблюдателей. То есть, если, например, есть такой эксперимент, когда на субатомную частицу будешь смотреть, то она ведет себя иным образом. Не наблюдаешь за ней, она может находиться совершенно в другом месте и перемещаться совершенно другой скоростью. Поэтому здесь я могу сказать, что мы, как именно сеть коллективных инвесторов, вот я приведу такую аналогию, как формируется пучок лазера. Вот немножко идеология. Когда мы действуем от сердца, от души и идем именно в том числе не на материальные мотивации, а идем присполненные чувством долга и желания сохранить планету для будущих поколений, для наших детей, для наших внуков, для наших правнуков. И мы абсолютно синхронно движемся в этом. И мы рассказываем, даем информацию об этом проекте все большему и большему количеству людей. В этом помогает вам система ледокол. Мы начинаем двигаться с абсолютно одинаковой частотой. Если в плане привлечения инвестиций, я имею в виду как единый, слаженный механизм. Мы действительно становимся из обычного пучка света, если волны движутся с одинаковой частотой, когерентно, в лазер. И лазер – это уже достаточно серьезное явление, которое может менять материальные объекты. Поэтому, приводя такую метафору, я могу сказать, что мы как сеть коллективных инвесторов, и не от слова сеть MLM, а именно такой коллективный разум коллективных инвесторов, можем закрыть финансирование. И стратегические инвесторы, они как раз-таки могут манипулировать дальнейшим рынком. Если будет все это закрыто усилиями сети коллективных инвесторов, что мы сейчас максимально… Я лично вот почему занимаюсь платформой адаптации обучения, почему я обучаюсь различным бизнес-процессам. Я рад, что платформа адаптации обучения автоматизировалась неким образом. Сейчас я могу перейти уже на следующую логику. И я могу вам сказать, что в 2022 году, если вдруг останется у нас время, и не будет закрыто финансирование 15 этапов, мы перейдем на позиционирование именно сообщества. Как мы, как сообщество SkyWorld Community позиционируемся в серьезном финансовом мире. И очень интересные переговоры будут вести те, кто выставит и пройдет все обучения на платформе адаптации обучения SkyWorld Community и также в высшей лиге, в школе тренеров. Это будут серьезнейшие переговоры и будут привлекаться большие инвестиции, на мой взгляд. Так, коллеги, еще буквально несколько вопросов. Напишите, пожалуйста, вот для меня это важно в качестве обратной связи. Конечно, я не могу высасывать новости из пальца и что-то там придумывать. Это абсолютно не моя природа. Итак, я сегодня сказал сравнение с когерентными волнами. И тоже это, я могу сказать, неспроста происходит определенное осознание. Есть ли ощущение и мнение, что на этом вебинаре была вода? То есть вот вода, ничего интересного и просто пересказ новостей. Напишите прямо вода, чтобы была вода, чтобы я понимал. И сейчас я подвечу на некоторые вопросы с YouTube также. Коллеги, не стесняйтесь, я нисколько не обижусь. Наоборот, буду стараться еще больше. Ержан Бердинов говорит, может изучить проекты «Ветер». Там уникальная технология генерации энергии выгодной и дешево. Ну, я здесь могу сказать, на самом деле, что вообще вот такого инженерного потенциала, как у Анатолия Юницкого, это еще поискать. И исходит, на самом деле, это из того, что он открыто говорит. Анатолий Юницкий имеет не особо хорошую память. И с детства он научился логически выстраивать структуры взаимосвязи, выводить формулы и создавать, в том числе, прорывные изобретения. И если говорить про ветреную энергию, про солнечную энергию, все это встроено в логику линейных городов. И все это встроено в логику даже того, что вы можете увидеть на экотехнопарке. Если кто-то замечал, то на трассе Юнибайка в конце одной из станций, там есть ветряки, там есть солнечная батарея. Это значит, что по этой теме исследования вплотную идут. И тут я могу сказать, когда речь идет о переработке угля и в качестве отходов от электростанций и переработки в биогумус, который может оплодородить любой тип почвы, даже пустыни, то таких альтернативных источников энергии, изобретения, как ветряная энергия и так далее, я думаю, что не стоит говорить вообще. И я уверен, что это применяется. Так, ну вот и сами считайте, какие усилия нужны для финансирования разных компаний, тем более Skyway работает на двух фронтах Беларуси и Арабских Эмиратах. В Арабских Эмиратах работают дороже, чем в Беларуси. Да, абсолютно, Андрей правильно говорит, что, конечно же, в Арабских Эмиратах требуется больше бюджета, но и там позиционирование, согласитесь, другое. Это уже международная компания, располагающаяся в парке Шаржи. И это не Республика Беларусь. У всех разные отношения к Республике Беларусь. Но, несмотря на это, Анатолий Юницкий и руководство компании UST приняли решение участвовать в выставке Экспо именно на Беларусском павильоне. На мой взгляд, это достаточно мощное стратегическое решение. И это полностью формирование стратегии «Выиграл-выиграл» и для Республики Беларусь, и для Арабских Эмиратов. Потому что, на самом деле, Республика Беларусь, Экотехнопарк – это испытание для суровых зим, для европейского климата. А Арабские Эмираты – это уже для Африки, для Индии, для Индонезии, для самих Арабских Эмиратов. То есть это жаркий, агрессивный также климат. И я могу сказать, что я не исключаю, что также параллельно будет проработка и создание финансирования, в том числе на платформе, которая сейчас готовится к запуску в качестве security токенов, кластеров линейных городов. Конечно же, целый линейный город – это сейчас достаточно серьезный проект, который не поднять коллективными, частными инвестициями, которыми мы с вами сейчас оперируем. Но небольшие кластеры – это абсолютно реально сделать, зафинансировать и потом связывать уже эти кластеры. Это как мое предположение. И это, кстати, мотивация выстраивать структуры взаимосвязи внутри социальной и финансовой платформы SkyWorld Community для того, чтобы потом это работало на вас на следующем направлении. И в завершение я хочу сказать, что в ближайшее время приедет съемочная группа на Экспо, и мы, я думаю, что обязательно увидим репортажи о стендах и тому подобное. Вы видите, как идет максимальная оптимизация затрат, и самые главные средства должны направляться именно на создание технологии. Остальное делается усилиями, максимально сокращающими затрат. Это логика вообще выстраивания бизнеса Анатолием Юницким. В первую очередь технология, а маркетинг, он приживается далее и присоединяет самые мощные команды, которые формируют уже маркетинговое развитие. Так тому и быть, я думаю. Благодарю за внимание. С вами Алексей Суходоев. До скорых встреч на следующем вебинаре, который, я надеюсь, у нас пройдет 27-го, если я не буду в перемещении. Но об этом обязательно предупрежу. Всем счастливо. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»